Бороться с огнем и его печальными последствиями в регионе пытаются всеми возможными методами. А в этом году решились на эксперимент привлекать для тушения бытовых пожаров заключенных. Но нет ли в этом нововведении угрозы для населения и как вообще устроена работа пожарной части за колючей проволокой, узнал Павел Марчуков. Провезло возгорание бригадного номер 44. Вы слоните пожарную машину. Сигнал получен, медлить нельзя. И даже несмотря на то, что эти пожарные сотрудники и осужденные одной из колоний Иркутска. Экипаж в составе 6 человек выезжает на вызов. Горит котельная. Житель Черемхова Александр Голдобин в местах не столь отдаленных уже 12-й год. Два из них провел в команде пожарных. Наша задача только подготовить, развернуть рукава, все приготовить. А сотрудники уже тушат вагон и такие мероприятия у них есть. Но сегодня возгорание учебное. Свои умения показывают как заключенные, так и офицеры. Подобные пожарные части оборудованы в 15 колониях региона. И каждый из них имеет свою специфику. У пожарных автомобилей, которые стоят на вооружении в колониях, есть одно отличие. Как мы видим, все стекла оборудованы специальными решетками. И это сделано в целях безопасности, чтобы в случае возможных массовых беспорядков защитить экипаж от предметов, которые могут бросить в автомобиль. Заботиться о безопасности здесь приходится каждую минуту. Именно поэтому опасный инструмент доверяет только офицерам. Работа пожарными в исправительных колониях их основная деятельность. Однако порой труд заключенных все же используют. Если говорить про охраняемую колонию, то осужденные, которые, они могут только, ну, работать только внутри охраняемого периметра. А если говорить про колонию поселения, там пожарная часть, она укомплектована осужденными поселенцами. Поэтому они работают как в учреждении, так и на близлежащей территории. Возможность тушить возгорания не только в колониях, но и в ближайших населенных пунктах сегодня появилась у семи исправительных учреждений. Они получили специальную лицензию. Возможно, именно эти пожарные первыми смогут прийти на помощь в отдаленных районах. Тот же Улькан взят, Казачинск-Коленский район. Фактически единственная сила, которая может противопоставить как природным, так и техногенным пожарам, это учреждения службы исполнения наказания Иркутской области. Если, например, говорим про город Ангарск, это вспомогательные силы, но, тем не менее, они существенные. Полученные лицензии бессрочные, но каждые три года пожарных будут проверять специалисты МЧС, чтобы помощь от сотрудников колонии была не только оперативной, но и качественной. Павел Марчков, Виталий Перетолчин. Новости по будням.